Дорогие мои, с вами на связи Викана. Сейчас покажу расклад по большой просьбе. И не один раз меня просят показать. Ушел мужчина к другой женщине. И вот живет он там с ней. Придет, не придет. Приходит домой, да. Говорит, да, скоро приду. А сам не приходит. Вот что происходит, давайте посмотрим. Что же он все-таки хочет. На самом деле. Какие у него планы, да. Я вижу, что там уже отношения достаточно такие жесткие начались с той дамой. Почему? Потому что она тянет идеал на себя. Условно говорю, да. Такая звезда. Все хочется, чтобы было, как она скажет. Постоянно ей кажется, что он ее оскорбляет. Что он с ней себя не так ведет. Ей постоянно что-то мерещится. Что-то он надумывает. Очень много тратит денег. Не учитывая совершенно его возможности. И поэтому его это начинает раздражать. Просто заглядываем, что у них там сейчас с ней, да. И у него медленно, но верно все-таки пропадает желание. У него уже было такое желание все-таки закончить эти отношения. Видим Аркан Солнца. Аркан Солнца показывает, что там больше платония уже. Платония. Люди уже остыли друг к другу. Хотя она ему вовсе не стекла. Она к нему и не горела особой любовью. Вот это я сейчас вижу по картам. Аркан Солнца показывает, что, извините меня, интима нет. Просто такие, знаете, отношения пока остались бытовые. И он все-таки, как вам правильно сказать, уже более долей такой негатива там находится. Колесо Фортуны. Ну вот думает, как сейчас вот подожду, да, как судьба повернется. Судьба подаст знак. Судьба покажет, да, как она себя будет дальше вести. Потому что Колесо Фортуны — это такая карта. Она сегодня так, завтра так. Как рулетка. Жизнь за рулеткой. Поэтому он сейчас пока сам уже находится на такой стадии, что сам не знает, что делать. То ли ему там быть, то ли идти к вам. Но пока вот она его сейчас там держит. Давайте будем так говорить. Очень высокого мнения о себе вот эта дама. Выпивать стал, я смотрю. И очень много. Либо начнет. Вот здесь я вижу чаши, аркан чаш. Возможно, даже ходит, стал ходить к друзьям куда-то выпивать. Либо развеяться. Куда-то такой прекрасной жизни с такой мадам. Будем так говорить. Аркан смерти. Очень опасная, кстати, вот эта зависимость. То, что он, если раньше даже человек не пил, то здесь может привести к каким-то нехорошим, трагическим последствиям. Это карта предупреждения. В семью его тянет, но боится возвращаться. В семью, либо к вам, да. Может, у вас гражданский брак, может быть, законный. Но он не знает, как ему теперь вернуться. Не знает, чему это приведет. Но оказалось, ценность семьи для него сейчас важнее. А не любовница семьи. Ну, думаю, сейчас приду, меня могут не принять. Пока не видит сейчас возвращение сюда. Наносит визиты. Вот у некоторых может проиграться, что он носит визиты. Но, к сожалению, может быть, вы так показываете себя, да, что иди, откуда пришел. Я здесь тоже, может быть, поэтому у него такая неуверенность вернуться в эти отношения. Что мы еще тут можем посмотреть? Если он все-таки вернется, оставит ли она его в покое? Вы знаете, очень большая надежда, что он вернется обратно. Но она его в покое не оставит. Вот мы здесь видим такую, знаете, жезловую королеву. Она будет наносить удары, чтобы вернуть его обратно. Это называется энергетическая присоска. Вот присосалась, тянет деньги, тянет энергию. Есть такие, кстати, дамы, которым надо, знаете, поиздеваться, поизгаляться с мужчинами. Показать свое я, почувствовать себя звездой. Ну, как же такой лакомый кусочек энергетически уйдет. Ох, какая нехорошая дама. Тут мы видим очень такая злая. Кстати, вообще, в принципе, жезловые королевы всегда показывают магических дам. Тут, видите, у нас всегда обычно черная кошка сидит. Ну, на этой карте здесь нет, конечно, черной кошки. Но это показывает точно, что женщина будет действовать какими-то, может быть, какими-то оккультными, либо какими-то магическими действиями, извините. Есть. Я центр вселенной. И, знаете, даже такие женщины часто говорят, ты меня оскорбил, ты меня бросил. Я брошена, я очень сильно оскорблена. Вот это основной такой, знаете, принцип, по которому она может его преследовать, чтобы отомстить. За себя. Как говорят, за себя, за поруганную честь. Но он тоже в долгу не останется. Он тоже нанесет ей удар. Вот тут она зря, конечно, так рассчитывает, что она здесь круче. И, по всей видимости, злость, накопившаяся у него к ней, приведет к тому, что у них может начаться какая-то, знаете, такая война. Вот это мы видим. Не хочет он там находиться, его домой очень тянет. Ну, либо тянет обратно к любимой женщине. Он даже вспоминает очень часто, как жили, как куда-то ездили, куда-то ходили. С этой никуда не сходишь. С этой все не так. Сиди дома, никуда не ходи, сидим дома. Все. И поэтому здесь у него, знаете, ограничение какой-то от свободы, я вижу. Он сидит, знаете, как бубик на веревочке, никуда его она не пускает. И сама никуда не ходит. Ходит только по личным нуждам. Куда и в магазин, да, куда что-то купить. Либо идет туда, куда ему не хочется, но тащит его с собой. А здесь, представьте, какие воспоминания. Ограничение свободы, деньги. Еще и должен останется, представляете? Еще и останется должен. Да так сильно должен, что деваться некуда. Знаете, такая морочка, повязка. Привязать захочет его очень сильно. А он вырвется и уйдет. Знаете, у него будет такая тяга к тому, чтобы вернуться обратно, что его не удержит никакая магия. Вот это надо понимать. Уйдет с чем пришел. Вообще ни с чем. Даже может там вещи какие-то оставить, чтобы даже и возвращаться не захочет, эти вещи забирать. Вот это мы видим. А что она будет делать? Плакать будет очень сильно, переживать очень сильно будет. Наносить удары будет. Мы это видели. Я все вот смотрю, что же тут такое. Но он тоже в долгу не останется. Знаете, сделает какое-то действие, что ему не покажется. Стоит ли восстановить это отношение? Возвращать, да? Это мужчину, то, что он вернется. Аркан суда показывает, стоит. Конечно, стоит. И отношение вот именно по этой карте достаточно быстро восстановится. Бежать будет оттуда, пятками сверкать. От такой дамочки, да, вот с которой он сейчас связался. Либо судьба его связала, как они оба думали. А ведь сначала оба думали, что все по судьбе. А вот нет и не по судьбе оказалось. Поэтому, кто сейчас смотрит этот расклад, если вы думаете, что это может быть какой-то знак судьбы, то есть большая вероятность, что скоро мужчина напишет, либо позвонит, либо вообще придет. Но придет, как говорится, уже без чемоданов. А как говорится, с чем ушел, с тем придет. Вот как я сказала, оставит даже там вещи, придет, вернется. Поэтому вот по такому раскладу мы видим именно такую ситуацию. И резюмируя весь расклад, я часто резюмирую расклады. Мы видим, что злоба у него сейчас на него купится. Достала она его. И очень часто стала посещать мысль, что уйти надо отсюда. И на фоне этой женщины у него появилась ностальгия по своей любимой женщине. Может быть, по жене. Может быть, по любимой женщине, да, с которой он раньше жил. И он стал очень часто его воспоминанием. Ему даже стали сниться сны о любимой женщине. И ему очень хочется вернуться. И он вернется. Вот здесь, именно по этому раскладу, мы видим такую ситуацию. Но, мои дорогие, что могу сказать? Если я делаю личный расклад, индивидуальный расклад, то комбинация карт может быть и другой, а может быть и такой. Но вы же знаете, что расклады никогда в жизни. Однинаковые карты в раскладе не попадаются. Они всегда будут разные. Информация может быть разная. Может быть, плохая. Может быть, хорошая. Может быть, средняя. Но с любой ситуацией всегда можно выйти, мои дорогие. Я всегда даю какие-то рекомендации. Если что-то негативное, я говорю во благо. Я сразу говорю, я не сахарный торолог. Я расскажу всё, как есть. Вот как есть, так и расскажу. Так что, мои дорогие, такой расклад. Всего вам доброго. И надеюсь бы, вот так бы случилось в вашей жизни, чтобы ваш любимый человек в сравнении понял, кого он потерял, какую женщину потерял и какую он приобрёл. И подумавши, всё-таки этот урок послужил ему большой прок, да, будем так говорить. Он вернётся и больше никогда в жизнь от вас не уйдёт. Всего вам доброго. С вами была Викана.